Всем привет! Меня зовут Алексей Чернобровов. Мы сегодня поговорим вообще о роли data science или data scientist в построении продуктов. Слайд про меня. Я кандидат физмат наук и вообще довольно долго занимался математикой, и потом я начал консалтить, сначала я работал, вернее, в каких-то разных компаниях, потом начал консалтить разные проекты по data science, цифровой трансформации, я работал там, не знаю, есть, да, вот есть много новых компаний, сделал рекомендашки, например, для NVIDIA, работал с Северсталью, работал с Московской биржей, с Ростелекомом, сейчас работаю с Mars, с X5 Retail Group и так далее. Еще я член экспертного сайта премьеру Net, это вот вы, наверное, ее знаете, вы делаете сайты, мы их смотрим и за них голосуем. Вот я тоже один из 500 экспертов, которые что-то, что-то вот он понимает, видимо, и голосует за кого-то. Это примерно коротко обо мне, еще у меня есть сайт и телеграм-канал, на сайте есть всякие видосики, в телеграм-канале есть разное, но в основном я пишу и делаю вообще выступления и доклады для больше специалистов по data science, то есть для самих там аналитиков, data scientist, то есть довольно хардкорная тема, то есть я занимаюсь, например, динамическим ценообразованием, прогнозированием спроса, оптимизация там чего-нибудь, где-нибудь в сложных задачах. И сегодня меня просили просто сделать такую более научно-популярную лекцию, то есть здесь сегодня будет две формулы и одна тярьма всего, это большая редкость для меня, я думаю, вы справитесь с ними. В общем, погнали. У нас сегодня есть план, я его не очень помню, мы поговорим, что такое продукт, поговорим о роли data scientist в продукте, мы поговорим о том, как с ним взаимодействовать, и в конце мы обсудим, когда data science не нужен, потому что может так показаться, что он нужен примерно всегда. Перед тем, как мы начнем, я бы хотел, у нас не очень много сегодня в зале людей, а в трансляции их, наверное, здесь побольше, но я поспрашиваю вас, перед тем, как мы начнем общаться, вернее, я на что-то что-то рассказывать, хочу вас поспрашивать. Допустим, к вам пришел сайт Amazon, и как его улучшить? Ну, там, может, пока в телефоне открыть еще что-то. Как бы вы стали это делать? Какой-нибудь есть, какая-нибудь идея? Что с аналитикой? Что с аналитикой? Ты знаешь, правильный ответ на этот вопрос. Хорошо, хорошо, погнали. Следующий вопрос мы сейчас отобсудим. Есть тоже две версии какого-нибудь сайта или продукта или чего угодно, есть версия А и версия Б, но здесь довольно хорошо видно, какая из них лучшая и как бы вы стали их выбирать. А бы тестирование? Вариант не самый лучший, хороший, но не самый лучший. А что еще, какие варианты? Мы сейчас обсудим, почему. Там была рука, кажется. Что? Что с аналитикой? Нет, это неправильный ответ здесь. Мы с вами договорились, что это будет правильный ответ, но только все на один вопрос, так что нет, здесь не прокатило. Еще какие версии? То есть к вам приходят и говорят, что типа вот есть две версии, какую выкатывать будем. Ну, я их могу покрупнее сделать, у меня тут есть слайдики. Вот первая такая версия, вот вторая такая версия. Которую тему окнуло, то и выкатываем. Да, неплохо. И мы сейчас обсудим правильные ответы. И третий вопрос, как заработать денег. Какие-нибудь идеи? Что? Что-нибудь продать. Да, согласен. Нет, это один из правильных ответов. Еще какие варианты? Много работать. Да, согласен. Можно сделать какой-нибудь продукт, например. Как выбрать из одной версии в другую. Да, понятно. А как заработать денег, на самом деле, не очень. И мы про это тоже сегодня поговорим. Собственно, действительно, правильный ответ на вопрос про Amazon. Действительно, нужно сдать метрики. Вот часто бывает, я много тоже там нанимал людей на аналитику, на data science, на маркетинг и на все, что скоррелировано с этим. И я часто спрашиваю на собеседование, как вот показываю любой сайт, ну какой-нибудь крупный там, eBay, Amazon, Ozone, Wildberry, все что угодно. Как соптимизировать главную страницу. И человек на собеседовании сразу начинает генерить десятки гипотез прям. Вот. На самом деле, понятно, что если мы берем сайт типа Amazon, там уже все довольно сильно оптимизировано. И чтобы подвинуть какую-нибудь метрику, там, не знаю, на одну десятую процента, нужно очень сильно постараться провести десятки тестов и так далее. То есть сегодня оптимизировать продукты, там, сайты, в которых очень много проинвестировано, у которых большая аудитория, над которым работает огромная команда, довольно тяжело. Действительно, чтобы знать, как вообще заниматься оптимизацией таких продуктов, нужно очень хорошо понимать метрики, нужно действительно хорошо разбираться в аналитике и так далее. Это такой первый поинт. Второй поинт про сайт, который у нас был выше. На самом деле обе версии правильные. Одна версия хорошо для мужчин, другая для женщин. Но я так подобрал картиночки. Поэтому на самом деле правильный ответ примерно выглядит так, что если вы знаете, какая аудитория вас превалирует, или точно знаете, что это человек, зашедший на сайт женщина, а это точно мужчина, я мужчине покажу версию для мужчин, женщина для женщин. То есть вы на этом уровне сегодня, когда мы там, если бы мы были 10 лет назад, мы бы выкатили то, что Тему окнул. А сегодня мы должны для каждого пользователя примерно выкатить его собственный сайт, который ему подходит. И в этом смысле вот Data Science как раз работает над этим. Как заработать много денег, есть куча разных способов, и собственно для этого люди вообще собираются в команды, потому что у каждого свое видение. Кто-то может что-то хорошо продать, кто-то может нарисовать дизайн, кто-то может заходить, кто-то еще что-то. Поэтому чтобы сделать, заработать денег, так или иначе, как правило, люди привыкли объединяться в стаи или в команды. И вот мы поговорим про разные роли. Вот у нас есть какой-то продукт, под продуктом можно подразумевать что угодно. Ну, я не знаю, что хотите, сайт, архитектурный дизайн, там, не знаю, построение дома, машину, все что угодно. Да, вот, как правило, довольно много ролей есть, которые ставят один продукт. Есть собственник, фаундер, там, главный акционер, инвестор, кто угодно, у которого есть человек, у которого есть видение. Он такой говорит, я знаю точно, что людям нужны новые машины, людям нужны новые сайты, людям нужна новая одежда и так далее. У него есть такое видение, он понимает, что людям нужно, ну или думает, что понимает, если бизнес потом удается, Он говорит, что знал. Есть инженер или программист или тот, кто в общем создает продукт, там технолог, в зависимости от бизнеса, да. Он хорошо понимает, как продукт сконструировать, собрать так, чтобы все заработало, поехало, понеслось, там построилось и так далее. Программист это может быть кто угодно, да, то есть конструктор. Есть дизайнер, который делает упаковку, показывает, как это все можно красиво оформить, там, не знаю, облицовку сделать с плиткой или кафелем или что-то еще, нарисовать красивый дизайн для сайта и далее, далее, далее. Есть еще кто-нибудь, например, продавец, который знает, что это нужно пойти кому-нибудь продать, может выбрать правильную целевую аудиторию, выйти на новый рынок и так далее. Все эти люди как-то понимают в продукте. Они все, как правило, собираются специалисты с одной области, если они строят дом, они все понимают строительство домов, если мы говорим про тачки, они немножко понимают в тачках. И они как-то все это собирают, и у кого-то получается, у кого-то нет. А есть еще такие чуваки, как дата-сайентисты, и они ни в чем не понимают. Чем занимается дата-сайентист довольно сложно. Он находится где-то сбоку, то есть он не понимает ни в маркетинге, ни в продажах, ни вообще ни в чем. И вот, собственно, мы примерно набираемся до роли дата-сайентиста и что он может делать. Вот все те люди, которые были выше, они были специалистами в какой-то отдельной области и были специалистами еще в некоторой подобности. То есть был продавец, который, например, хорошо понимает, как продавать дома, был дизайнер, который хорошо понимает, как рисовать дома, строить, архитектор, который строит дома и так далее. А дата-сайентист, любой дата-сайентист, которого возьмете на рынке, наймете и так далее, он не понимает примерно ни в чем, кроме трех вещей. Первый, он хорошо понимает в математике. Если быть совсем точным, он понимает в теории вероятности и методах оптимизации. То есть не бог весть, какая математика. Все это можно изучить за год. Примерно, плюс-минус там зависит. Второе, он, наверное, немножко умеет программировать, но так прям не вот тебе, то есть не C++, не какой-нибудь не ассемблер, не дай боже, а какой-нибудь питончик. И он иногда что-то еще понимает в хранилищах данных, в каком-то общем, такой у него IT-грамотности есть. И последнее, иногда, далеко не всегда так бывает, он понимает в предметной области. В какой-нибудь, и то не всегда. То есть я могу сказать про себя, например, я сейчас задачу одну решаю, она довольно интересная. По химическому соединению, вот там набор там CCC, OH, там еще что-нибудь, всякие бензольные кольца и так далее, нужно определить запах. Какой будет на… Я не понимаю ничего ни в химии, ни в запахах, но это не мешает мне решать такую задачу. Точно так же я строю рекомендации системы для тех товаров, в которых я ничего не понимаю. Я занимался построением систем, которая делала динамическое ценообразование на детские товары, хотя у меня не было ребенка, я не сильно отличал одну коляску от другой, мне было все равно, мои алгоритмы как-то с этим справлялись. Он может что-то понимать, но совершенно не обязан, и часто бывает так, что он понимает общий смысл, но далеко без деталей. И вот если мы берем, опять же, других людей, у них есть понятный объект работы. Что такое объект работы для, например, маркетолога? Он работает с аудиторией. Дизайнер работает, я не знал, я долго думал писать это, нет. Он работает с некоторым смыслом, смотрит какие-то референсы, не знаю, понимает, что там красная и черная доминирующая схема, а зеленый это к чему-нибудь, а фиолетовый цвет депрессии, я не знаю. Я придумываю на ходу, я не очень понимаю в дизайне. Ну то есть он с чем-то работает, у него есть какие-то мета-знания, которые он транслирует в своем продукте при построении и так далее. Инженер работает с какими-то фреймворками, конструкциями, он понимает, как из двух колес собрать, из железки собрать велосипед. А вот Data Scientist чем работает? Он работает с двумя вещами, всего двумя. Но они очень важные. Они имеют следующее название. Есть обучающая выборка и метрики. Больше Data Scientist для части ничего не нужно. Возвращаясь к моему задаче, которую я сейчас решаю про химию, у меня есть обучающая выборка, это набор химических соединений, которые размечены, что это запах розы, это запах яблока, это запах джасмина и так далее. Это моя обучающая выборка. И моя метрика, мне нужно предсказывать качество, довольно сложная формула, формул сегодня не будет практически, поэтому мы про это говорить не будем. Всем понимают, что такое метрика в широком смысле? Нет? Окей. Сейчас поговорим про это чуть попозже, через пару слайдов. Собственно, ух, как он съехал. Слайд немного съехал, но смысл был следующим. Вот буква Y была левее. Что делает Data Scientist вообще? У него есть набор х, каких-то абстрактных объектов, и набор у, это разметка. И все, что он делает, они между собой связаны с какой-то функцией f от х. Что такое функция, вы, надеюсь, все знаете. Советское образование, это классно. Вот. И эта штука, f от х, мы ее никогда не знаем. Ну, то есть если бы мы ее заранее знали, как у зависит от х, задача была бы решена. Нам бы ничего делать не нужно. Но мы не знаем. И мы хотим придумать такую f с крышкой от х. Крышка пропала. Ну, в общем, приближенная равенство там стояла сверху крышечка. f с крышкой от х такая, которая очень похожа на настоящий f от х, но при этом довольно неплохо описывает суть зависимости. Вот что делал Data Scientist. То есть он придумывает такую функцию, в широком смысле этого слова, так, чтобы описать зависимость и найти эту зависимость. Ну, вот, собственно, второй более иллюстративный пример выглядит так. Это вы точно все делали на какой-нибудь лабораторной по физике. У вас были какие-нибудь точечки, и вы по ним проводили какую-нибудь кривую или прямую. Был такой, конечно, в школе там, в институте. Вот. Вы делали Data Science. Вы не знали зависимость, у вас были прецеденты, набор примеров, и вы по ним восстанавливали зависимость, рисуя кривую. Ну, какую-то фунду, ну, или прямую там зависимость от сложности задачи. Если прямая была простая задача, если кривая, то сложная задача. Вот весь Data Science. Только понятно, что когда мы говорим про Data Science современный, разумеется, у нас не точечки и не прямая, у нас объекты довольно сложные, они могут иметь какую-то разную структуру. Но, тем не менее, все, что мы делаем, мы придумываем такую функцию, ищем ее с помощью алгоритмов. Ну, то есть у обучающей выборки есть такая особенность, такая там проблема, не знаю, вот такое ограничение некоторое нашей вообще применимости к чему-либо. У нас есть обучающая выборка, это какое-то облако точек, облако примеров. Да, ну, вот условно, если мне показывали бы, например, не знаю, всегда растущий тренд биржевой, я бы всегда думал, что у меня примеры все так сложные, что всегда все растет. Если у меня в обучающей выборке не было, когда биржа падает, мой прогноз всегда был то, что биржа растет. Да, и если у меня есть пример, который походит как-то на обучающую выборку, он из той же области. Ну, то есть мне там всегда, не знаю, обучающая выборка была про собачек, Им нужно распознавать собак, по роду собаки, по фотографии. А потом я такой, класс, я все знаю, я умею восстанавливать по фотке, по роду собак, все прекрасно. Но если у меня пример очень далеко от обучающей выборки, мне всю жизнь мой алгоритм показывали собак, а потом показали кошку, я не знаю, что с этим делать. И это такая вторая проблема, вернее первая, что обучающая выборка нас ограничивает в область нашей применения. То есть мы можем применять вот эту функцию f от x, которую я рисовал, только в той области, где у меня были примеры. Вот если у меня есть пример из далекой области, возвращаясь к тому графику, если бы нарисовал точку очень сильно высоко, сильно левее, сильно правее, сильно где-нибудь еще, я бы ничего не смог сделать. То же самое здесь. То есть обучающая выборка может быть всего что угодно, но, к правилу, у обучающей выборки есть некоторая локальность. То есть когда мы говорим, что мы решаем задачу про химические соединения, например, у меня есть выборка в 100 экземпляров, в 1000 экземпляров, в 10 тысяч. Но у них у всех есть довольно локальные штуки. То есть у меня во всех соединениях, например, есть буква C. Ну вот, такие мне прислали, такие данные. Если мне пришлют соединения, где нет буквы C, скорее всего, я ничего не смогу сделать. Вот, да, такая штука. Но обучающая выборка может быть все, что угодно. Это буква X. А, собственно, Y — это та разметка, которая ей соответствует. Ну то есть у нас, например, есть картинки, им там соответствует значение какой-нибудь там. Не знаю, вот есть сейчас такая довольно модная тема про биржевые графики. Присылают биржевую графику к фотографии со свечами. И куда пойдет акция? Вверх и вниз. Да, вот можно рассматривать даже не сами там данные о биржевых графиках, а просто их фотки. И может быть там ответ типа вверх, вниз, на 5%, на 7% вниз и так далее. Может быть, соответственно, еще некоторый класс. Ну вот моя иззача по химии, например, у меня есть класс, там запах розы, запах лаванды, запах яблока, запах еще чего-то. И последнее, что довольно сейчас популярно, это какое-то действие. Был набор некоторых большой входных параметров, и человек при этом нажал на зеленую кнопку, нажал на красную кнопку, сделал какую-то операцию, еще что-то. То есть мы вот таким образом, ну или там сделал ход шахматной фигурой, все что угодно, то есть любое действие. И на основе этого мы можем собрать, собственно, какой-то, получить какой-то результат. То есть эмулировать там действия человека в широком смысле. Вообще с Data Science есть такая довольно известная поговорка, что вот если дать нейросети рыбу, она всю жизнь сможет предсказывать рыбу. А если ей показать удочку, то она сможет до конца жизни предсказывать удочку. То есть она не сможет все равно поймать рыбу, потому что у нее есть ограничения. То есть мы можем делать только очень простые вещи. Да, то есть вот не нужно, если я буду всю жизнь показывать нейронной сети удочку, потом рыбу, я могу ее научить распознавать их. Но если у меня нет ни одной фотографии, где на удочку ловят рыбу, нейронная сеть никогда не поймет, что это можно делать. Вот, да, то есть очень важно поэтому собирать обучающую выборку. Что такое обучающая выборка, я думаю… Вот, отлично. Погнали дальше. У нас остался всего второй инструмент, и в принципе все. Метрика – это все, что мы хотим оптимизировать. Когда мы говорили, какую версию продукта выбрать, или все, чтобы посчитать, как нам оптимизировать сайт Амазона, нам нужно создать, с какой целью, какой показатель мы хотим улучшить. Если мы рисуем баннеры, например, хороший показатель CTR, я думаю, все знают эти технологии, я не буду расшифровывать. Вот, то есть мы нам говорят, окей, наша метрика CTR, мы хотим придумать такой баннер, или выбрать из десятков такой баннер, у которого будет максимальный CTR. Это наша метрика. И это какой-то некоторый количественный показатель чего угодно. Метрика может быть довольно сложной или довольно простая, вот там, куинти-рой, рентабельность инвестиций, НПС, количество юзеров одновременно в игре, сколько человек провел времени на сервисе и так далее. Нам нужно, как дата-сайентистам, вернее, мне нужно, как дата-сайентистам, знать, какую метрику оптимизировать. Если кто-то мне придет и скажет, что у нас есть два баннера, нужно выбрать по нему тот, у которого будет максимальный ROI, я говорю, окей, если есть про это данные, я решу эту задачку. Если вы просто скажете, какой из них красивее, я не очень знаю, что такое красивее, у меня нет такой метрики. То же самое, соответственно, собственно, формула чудовищно плохо съехала. Вторая формула была такая, f от x в минимум. Вы ее тоже делали в школе, помните, там считали экстремум, брали производную. Какие-то знакомые слова. Во, огнище. Мы сегодня разобрали все, что нужно для дата-сайенса всего за два слайда. То есть нужно уметь рисовать прямую или кривую по точечкам и решать такую задачу. К сожалению, вы не поверите, но сколько там, вот вы в школе учились, там 20, там 15, 30 лет назад, ничего нового не придумали. То есть по-прежнему нужно брать производную. То есть математика стоит на том же самом месте и будет там еще находиться, я думаю, довольно долго. То есть все, что нужно дальше, если у меня есть f от x, которую я нашел, и вы мне сказали, окей, теперь нужно от этой f от x найти минимум, ну вернее, для CTR максимум CTR, для ROI максимум ROI, для показателя отказа минимум, показателя отказа, ну и так далее. Дальше мне нужно решить задачку относительно школьную, посчитать производные, найти экстремумы, там, ну вот, все как бы. Это, в принципе, весь data science. То есть если у меня есть метрика понятная, измеримая, у меня есть хороший обучающий выбор, я могу решить плюс-минус любую сдачу, но в тех границах применимости, которые мы обсудили выше. Да очень часто бывает так, что, соответственно, приходят заказчики и говорят, что мы хотим оптимизировать там счастье пользователя, там еще что-нибудь, там, типа, я не знаю, что у меня есть вовлеченность, там, мотивацию, да. Была одна компания, которая очень хотела мерить вовлеченность сотрудников. Была у меня такая метрика. То есть я сказал, что окей, я с удовольствием буду заниматься этой метрикой, может, давайте начнем ее считать. Надо оказалось, что посчитать ее практически невозможно. Можно померить текучку кадров, можно оптимизировать текучку кадров в крупных компаниях, потому что это измеримый показатель. Ты знаешь, человек увольняется, вот там единичка, не увольняется, нулик, все прекрасно, ну и так далее. А вовлеченность не очень понятна. Можно производительность труда мерить, там, в количестве операций, еще в чем-то. То есть всего нужно, чтобы быть data scientist, нужно чуть-чуть уметь в математику, я уже говорил про это выше, чуть уметь программировать, и чтобы вам дали обучающую выборку и метрику. И в принципе любую data science задачу мы, там, ну, data scientists могут решить. То есть, в общем, подводя такой коротенький итог, да, data scientist не разбирается в маркетинге, он не всегда знает, что такое CTR. Я как раз проводил хакатон для Mailer Group, и там нужно было предсказывать баннер с самым большим CTR. и выиграла команда, которая где-то в середине хакатона узнала, что такое CTR. Она просто думала, что это, ну, какая-то такая метрика. То есть они потом узнали, что это клики. И в этом и есть такая сила над пониманием, да, как бы. Они, естественно, не понимают ничего в дизайне, в управлении проектом, но при этом они для маркетинга, например, могут сделать рекомендательную систему. Ну, все знают, наверное, да, что такое рекомендательная система. Расскажите, да. Блин, вы так это, да, вы можете, нет, можете меня переводить. Окей, рекомендательная система, это когда вы заходите на Озон, Амазон, еще куда-нибудь, и снизу нарисовано, мы вам советуем купить вот эти товары. С этим товаром покупают. Вы заходите в корзину, там такой блочок, типа, вот, а может быть, вы забыли вот это. Понятно, что руками на все случаи жизни довольно тяжело это прописать. Вот, а зная ваше поведение, ваши предыдущие покупки, еще что-то довольно простая алгоритмическая сдача. Ну, раз уж мы про это заговорили, мы про это будем еще говорить в конце, про рекомендательную систему. Давайте сейчас про это поговорим. Дело в том, что с рекомендательной системой есть такая проблема, как метрика. Давайте представим, что у нас есть сайт, Кинопоиск или там, не знаю, как вы хотите, АМДБ или еще что-нибудь, и вам нужно, ну, Кинопоиск лучше, потому что он продает фильмы, да, вам нужно рекомендовать фильмы к уже просмотренному человеку фильму. И какую метрику взять в качестве качества, ну, за качество, да, за то, что рекомендации были хорошие. И выясняется, что на самом деле, когда мы говорим про какие-нибудь жизненные задачи, то у рекомендации должна быть еще такая штука, например, как нетривиальность. Понятно, что если человек посмотрел Гарри Поттера первого и второго, ему логично порекомендовать Гарри Поттера третьего. Ну, наверное, есть такое подозрение, что он не дурак, и без вас бы, без вашей рекомендации это нашел. Да, то есть, с одной стороны, с точки зрения качества рекомендации, это довольно неплохая штука порекомендовать третьего Гарри Поттера, если человек посмотрел первого и второго, или там, не знаю, какого-нибудь еще там трилогию. Но с точки зрения бизнес-валу никакого, потому что он бы так это сделал, а вам нужно порекомендовать его что-то нетривиальное. И как охарактеризовать нетривиальную рекомендацию, это уже вот неизмеримая вещь. Гарри Поттер 3 же сейчас в связанных фильмах. Он не будет в рекомендуемых. У них есть классно связанные фильмы, и это вот подобное. Хорошо, без проблем. Давайте возьмем другую штуку. Вы, например, да, например, хорошо. Ну, давайте, да, если вы там разбираете, я делал рекомендационную систему для Pult.ru, например, крупный аудиомагазин. Вот понятно, что если человек покупает там колонки специальные, и к ним обязательно нужен ресивер, да. Вопрос там какой. Да, то есть понятно, что у вас есть, опять же, перечитение. Вы можете взять ресивер того же бренда. Довольно очевидно, что в первую очередь человек посмотрит, скорее всего, его. Если вы покупаете, не знаю, iPhone, скорее всего, вы посмотрите еще наушники того же производителя. Ну, довольно очевидная рекомендация. А можно порекомендовать какие-нибудь нетривиальные наушники или нетривиальные аксессуары, которые не производят Apple. То есть нетривиальность очень важна, потому что она не только помогает там зарабатывать, но еще расширяет ассортимент. То есть человек вряд ли это сам посмотрит. То есть нетривиальность, например, довольно тяжело померить. Что является тривиальным, что нет. До чего человек докопается сам, до чего нет. Так, ладно, про рекомендаши поговорили. Если мы говорим про дизайн, то опять, Data Scientist не умеет рисовать, но он может выбрать оптимальный баннер, оптимальную посадочную страницу, все что угодно, просто посчитав метрики и спотимизировав их. Если мы говорим про управление продажами, Data Scientist вряд ли… А где здесь все приколы про статистику и прочие штуки? Потому что вы показывали сейчас формулу, где там f от x, а потом минимальный f от x, и все. И вот где между дорисовать сову и нарисовать круг? В учебнике Ширяева. Это понятно. Это не иронка делает, это вот реальный человек такой. Я выбираю вот это. Ну смотрите, давайте… Хорошо, я сейчас договорю вот эту мысль, можно, и потом вернусь к вашему вопросу. Если мы говорим про продажи, то есть Data Scientist ничего не понимает в продажах, сейчас непонятно, как они устроены, непросезонность, не еще что-то. Но он просто может посчитать и хорошо их спрогнозировать, лучше, чем директор по продажам. На слайде пока написано, что может Data Scientist, а теперь я отвечу на ваш вопрос. Смотрите, дело в том, что у меня сегодня лекция для широкого круга. Я могу написать лекцию с большим числом формул, боюсь, что вырублю людей сразу. Это такой момент. На самом деле вся математика, если мы говорим про две части задачи. Первое — восстановить функцию по данным, и второе — найти минимум. Если мы говорим про задачу найти минимум, то ничего лучше, чем градиентный спуск, не придумали до сих пор. То есть все задачи решаются там двумя, по сути, большими алгоритмами. Класс алгоритмов можно обозвать один. Стохотический квазикрадиентный алгоритм. Вот ничего лучше его не придумали. То есть вы берете, считаете некоторых слов градиент. Я понимаю, я не знаю, что это сказать. Само слово понятно. Что это значит в математике? Не лучше я рассказываю. Хорошо. То есть вам нужно найти… Блин, тут надо рисовать уже довольно тяжело на словах, но смысл в том, что у вас есть какая-нибудь функция, например, параболка. Все параболку представляют себя. Но вы ее явно не видите, она у вас записана довольно большой сложной формулой. Вам нужно как-то найти ее минимум. Вы можете просто спускать… То есть что вы такое считаете производным? Вы на самом деле считаете направление к минимуму. Дальше вы считаете… Это вектор направления к минимуму в одномерном случае и спускаете по нему делать некоторый шажок. Потом делать так много-много этой рации. Так вы считаете минимум, и, собственно, численно на большой функции происходит все то же самое. Только у вас, может быть, функция немного случайная, поэтому там считайте случайный градиент. В общем, это такие более тяжелые детали. Это что касается задачи поиска минимума. Если мы говорим про задачу, как построить f от x, есть два больших таких способа. Разделим их так. Первый — это нейронки. Сейчас про них расскажу. А второй — это градиентный бустинг над решающими деревьями. Всем понятно, да? Что? Над решающими деревьями. Что такое дерево решения? Я просто не планировал про алгоритмы рассказывать, но можем поговорить про это, мне, в принципе, все равно про что рассказывать. Есть алгоритм, он очень простой — решающее дерево. Что такое решающее дерево? Ну вот, типа, если будет то, я буду считать вот так. Ну, условно, на примере с датчиком с химическим соединением, если это три буквы С подряд, то это будет запах розы. Если их четыре, там это запах лаванды, условно, да? И вы строите такое дерево в зависимости от признаков. А деревья, сам по себе, паршивый алгоритм, он довольно плохой и слабый. У него там есть куча недостатков. Но вы можете деревья строить довольно умно. И чем больше у вас признаков, тем больше ветвления. Дальше, что такое, собственно, градиентный бустинг. Вы строите таких много-много деревьев, строите их специальным образом, а потом усредняете прогноз. Вот ничего лучше этого на 2020 год не придумали. Есть еще стейкинг, решающий над градиентным бустингом. Ну, в общем, это там маленький тюнинг. А нейронные сети, они базируются на одной простой теореме. Ее тоже можно изучить минут за 30. Называется теорема Кламогурова-Арнольда. Она очень простая. Если вы получали математическое образование, вы, возможно, слышали про теорему Верштрассе. Слова Верштрасса нет, незнакомы. Во, вообще огнище. Любую функцию, теорема Верштрасса, что говоришь, любую функцию, гладкую, с определенными условиями, можно представить в виде А1 умножить на х в первой степени плюс А2, на х во второй степени плюс А3, на х в третьей степени и так далее. Представить ее полиномом и посчитать коэффициенты. Вот, собственно, такая простая теорема. Любую функцию, ну там практически любую можно представить. Теорема Кламогурова-Арнольда говорит о том, что можно представить в виде линейной функции с некоторой суперпозицией от аргументов. По сути, нейронная сеть это и делает. Она представляет любую функцию в виде линейной функции с некоторой нелинейностью. Дальше как это запрограммировать, я думаю, что это отдельная история. Это, в общем, не так интересно для широкой публики. Я могу рассказать, как это и программировать, просто потребовать чуть больше времени. Ответил на вопрос? Да. Отлично. А можно там у меня вопрос? Да, конечно. А дерево решения, это получается недетерминированный автомат, что ли? Нет, не совсем. Ну, дерево решения просто есть понятное совершенно. То есть, условно, вот ты любую функцию можешь описать if, else, if, else. Вот, недетерминированный автомат просто обладает большими… У него больше возможностей, нам так не нужно. Нам нужны очень простые алгоритмы, чтобы быстрее считать. То есть, можно сделать более сложное, но тебе все равно потом их достраивать. Ну, короче, надеюсь, ответил. Так, у меня был слайд, я просто немножко отошел. В итоге, что может Data Scientist из всего выше? То есть, условно, он имеет что-то в программировании, но это не так важно. На самом деле, все, что мы разобрали сегодня, все, что я озвучил выше, если вы потратите немножко времени своего, то за пару месяцев все это можно освоить. Ну, например, если очень точечно изучать, просто знать, куда копать. Вот. Собственно, Data Scientist может выбрать лучшее решение, найти нетривиальные зависимости в широком смысле этого слова, если он понимает, что такое нетривиальное, ну, или вообще там просто зависимость, не обязательно нетривиальная. Ну, и сделать такой анализ, что будет если. То есть, да, вот если мы сдвинем немножко элемент обучающей выборки, как это из запаха лаванды превратится в запаха розы, на моем примере. Ну, на самом деле, все, что я рассказываю, довольно много где может примениться. То есть, в сегментации клиентов. Например, у меня есть довольно много клиентов, я про них знаю полвозраст, их время посещения, еще что-то, еще что-то. Соответственно, я могу их хорошо сегментировать. Не знаю, довольно популярные истории часто рассказывают, что, соответственно, сеть универмагов США Target предсказала беременность женщины раньше, чем она об этом сама узнала. Просто по поведению, по потребительскому ее поведению. То есть, на самом деле, Data Science, как наука, может довольно много, довольно удивительных вещей. Билайн очень любит хвастаться этой историей, не знаю, насколько это правда, что он предсказывает примерно за пять дней расставание пары. Ну, потому что есть понятное паттернное поведение, что если девушка или молодой человек начинает резко ночевать в другом месте, значит, что-то пошло не так. Ну, например, как один из вариантов. Если у вас есть довольно много данных, вы можете делать довольно интересные выводы, довольно большие, да, то есть про клиентов. Ну, про рекомендаторную систему мы как раз поговорили. То же самое, когда вы заходите в Яндекс или в Гугл, или в Байду, или еще куда-нибудь, и вбиваете в запрос, у вас на самом деле разные саджесты у всех. Ну, если вы там не в инкогнито находитесь, да, то есть если, например, там частая такая история, что когда мужчина пишет, как приготовить, ему в саджестах показывают пельмени, сосиски, там, макароны. Если заходит девушка, то ей, как правило, предлагают лазанью, там, что-то более сложное. Ну, то есть у вас на самом деле есть персональный поиск, и понятно, что саджесты или выдачу можно ранжировать, делать довольно умно и довольно персонально, ну, там, или сильно сегментированно, да, то есть для каждого человека я могу подобрать наиболее кликабельный с точки зрения метрики качества поиска ответ. Одна из, опять же, вопросов, какое качество, какую метрику поставить так, чтобы по ней ранжировать. Ну, кажется, кликабельность там довольно неплохая. Точно так же, как, там, кликабельность первой позиции выдачи поиска тоже довольно неплохая, но там не самое лучшее, и метрику можно придумать. Ну, и далее, соответственно, там куча-куча вещей, которых, там, сегодня вы слышите, там, не знаю, распознавание изображений, что у нас еще есть, переводы, чат-боты, симуляция каких-то действий человека. Ну, вот, наверное, слышали, что, соответственно, нейронная сеть обыграла человека в ГО. Ну, в шахматы она уже давно обыграет, в общем, не сюрприз. Вот. По сути, как это происходит? У нас есть очень… Почему это, вернее, происходит? У нас есть десятки миллионов партий суперграссмейстеров в ГО. И мы, как обучающую выборку, это используем, и просто нейронная сеть меньше ошибается, потому что она знает, что делать. То есть у нее в качестве предсказания выходит нам следующий ход. Да, и в этом смысле, если есть очень большая обучающая выборка, то можно сделать все, что угодно. Смогла ли бы нейронная сеть обыграть человека в ГО, не будь у нее обучающей выборки, там, в миллионы партий? Скорее всего, нет. То есть, скорее всего, с нуля обучить нейронную сеть, так, играть в такую игру довольно тяжело, ну, потому что просто нет обучающей выборки. Современные нейронные сети также используют такую штуку, как ГАНа. То есть они, это очень, если коротко, это одна нейронная сеть играет с другой, обучает ее. Да, то есть, на самом деле, они до какого-то предела учатся сами, потом еще подтюнивают таким образом, что играют против друг друга. Но опять, не имея большой базы в виде обучающей выборки, все это довольно дело проблематично. Ну и теперь про проблемы, про более дата-сайентистов. Дело в том, что есть одна из основных вообще таких вот, с которыми я сталкиваюсь в своей практике. Первая – это постановка задачи. То есть очень тяжело, любая реальная бизнес-задача, она очень сложная. То есть вот если у нас нет такой четкой постановки, типа, там, не знаю, по выборке, предсказать вот это. Как правило, бизнес хочет заработать денег. Да, то есть есть какие-то данные, и вам нужно что-то сделать с ними, чтобы заработать больше. У вас приходят как-то пользователи на сайт, вам нужно что угодно сделать, лишь бы они стали приносить больше ревенью. Это может быть как там тюнинг рекомендательной системы, тюнинг блока. То есть даже если мы говорим про рекомендательную систему, очень зависит от того, как назвать этот блок, где он находится и так далее, и так далее. Там очень много кросс-продуктовых вещей. То есть нужен хороший дизайнер, чтобы он этот блок хорошо задизайнил, положил в правильное место. Нужен хороший, правильный алгоритм, который это предсказывает и так далее. И, соответственно, правильный метрик. Потому что часто бизнес хочет не только денег, а чего-то еще. Ну, я там часто, например, занимаюсь задачей оттока пользователей в играх. И в играх понятно, что пользователь, если приносит много денег, если он вдруг уйдет, это будет очень печально. Дальше вопрос, как его удержать. Я могу предсказывать довольно хорошо, какой из этих пользователей уйдет. Ну, вот прям довольно простая задача с точки зрения Data Science. Ты делишь пользователей на две группы, которые уходили, которые не уходили. Вот тебе обучающая выборка. Дальше там пару десятков часов обучения компьютера, и все, все в порядке. А дальше возникает вопрос, как его удержать. То есть что сделать, чтобы потом его удержать. Может быть так, что я очень хорошо предсказываю те люди, которые у меня помещены, как собираются в отток, их вообще ничем невозможно удержать. Ни скидкой, ни подарком, ни, там, не знаю, каким-нибудь волшебным мечом в игре и так далее. То есть бизнес-постановка очень важна, и там большие задачи, где лежат много денег, но всегда очень нетривиальные. Конечно, докопаться до бизнес-сути довольно бывает тяжело. Вторая, такая проблема, с которой часто встречаются дата-сайентисты, в принципе называется трэш-ин, трэш-аут. Если у вас плохая обучающая выборка, то можно ничего не делать. Собственно, одна из причин, почему у нас до сих пор нет дата-сайенса в медицине, в широком смысле, то есть вы не можете наговорить свой диагноз роботу, в медицине, настолько плохая. То есть врачи настолько часто ошибаются в диагнозах, если мы будем копировать их поведение, то ничего не получится. То есть нужна хорошая обучающая выборка. Поэтому в ближайшее время, в ближайшие 10 лет точно не стоит ждать какого-то большого прорыва. Сейчас есть активные стартапы, которые этим занимаются, они предоставляют бесплатную медицину в Африке, чтобы собирать хорошую, правильную обучающую выборку. Потому что, видимо, по каким-то причинам этих людей на них можно как-то поэкспериментировать. То есть вот нет обучающей выборки, все, ничего сделать невозможно. Ну и когда мы говорим, опять же, про алгоритмы, почему я не стал сегодня про алгоритмы посещать много времени. Дело в том, что алгоритмы все очень простые. То есть на самом деле 80% времени Data Scientist тратит на работу с данными. Я там перечислил, у меня есть большие слайды для более подготовленной публики, как вообще все происходит. Но там есть куча операций преобразования данных, исправления пропусков, поиска аномалий в данных и так далее. Довольно сложная работа, и каждая новая задача, или даже каждая известная задача, которую уже хорошо решали, тебе все равно нужно потратить очень много времени, чтобы выгрузить данные, разобраться с причиной пропусков, ошибок и так далее. Ну и последняя, да, такая есть теорема, которая сегодня будет, но Freelunch называется, я про нее на отдельном слайде расскажу. А, да, еще есть видосик, справа на него ссылка. Я, собственно, рассказываю, почему Data Science сегодня, это колхоз. Если кто-то программировал на какой-нибудь PHP 10 лет назад, вот почему в Data Science сегодня нет какого-нибудь автоматизированного фрейморка, когда все нажал и типа все взлетело. Если вы там, не знаю, кто-то программировал раньше сайты, раньше не было CMS-ок, было такое время. Сейчас сложно себе это представить, но все знают, да, что такое CMS-ки, надеюсь, вы работаете чудесно. Да, вот сейчас сегодня в Data Science нет такого фреймворка, нет такой CMS-ки там. Есть набор утилит, набор там кучи библиотек, но вот прям, чтобы из коробки раскатать, нажать кнопку обучайся и выплевывать их практически нет. Все, что есть, довольно там скверно работает. Ну, про постановку задачи, собственно, да, я уже много говорил. То есть, действительно, проблема у бизнеса с формальной постановкой сдачи, с объяснением метрик, с описанием ограничений в принятии решения. То есть, часто бывает так, что ваше оптимальное решение, рекомендательные системы, это прям часто бывает, всегда рекомендовать iPhone, потому что довольно большая маржа, и его часто покупают, и хорошая рекомендашка часто рекомендует одно и то же, просто по причине того, что вот такая структура данных, такие продажи у компаний и так далее. При этом объяснить нейронной сети, объяснять Data Scientist, что каждый день рекомендуете iPhone всем подряд, не самый лучший рекомендаш, это можно делать тебе Data Science, в общем, зачем мы тебе платим деньги. Да, это довольно тяжело, и придумать вот такой критерий, такие ограничения, это тоже там целое искусство. Про, я один кусочек просто покажу по поводу, чем вообще занимаются Data Scientist, большую часть времени, это одна из задач поиска аномалий. Дело в том, что такое аномалия довольно вообще тяжело объяснить в данных. Ну вот понятно, что вот есть какое-то распределение, какого-то там переменной, и у нас вот есть какие-то маленькие значения, которые от сильно отклоняются. Кажется, какие-то ошибки, либо ручной ввод, либо еще что-то случилось. Это ошибка, например, отклонение по значению. Вот на второй диаграммке здесь, скорее всего, там, где красненьким должен был быть пульс, но его нет. Является ли это аномалией с точки зрения картинки? Ну, кажется, да. С точки зрения значений? Да нет, такие значения встречали всю дорогу. Просто мы это как-то визуально видим, понимаем по смыслу. На третьей картинке у нас, например, там есть тренд, и у нас есть какие-то выбросы из него. Но, тем не менее, значения экстремально большие, считать ли их аномалиями, или это такая особенность продукта, поведение, всего чего угодно. Есть еще вот последний ряд. Я не помню просто настоящий пример, поэтому я взял такой. Вот есть четыре музыкальные группы Квин, Нирвана, Абба и Ви Битлз. Кто из них лишний? Да, совершенно верно. Правильный ответ здесь может быть все, что угодно. Я просто не помню настоящий пример. У меня приятель занимался как раз написанием музыки, вернее, программированием нейронных сетей для написания музыки. И у него была обучающая уборка, там, Чайковский, Стравинский, там, бла-бла-бла по списку. И когда он много-много композиторов засунул, были какие-то проблемы. А потом ему музыканты объяснили, что одни писали в каком-то в одном стиле, другие в каком-то другом. И там вообще целая история. В общем, он выкинул половину и стало лучше. То есть он выкинул лишних, чтобы нейронная сеть обучалась лучше. То же самое здесь. Пример у меня совсем простой. Абба здесь лишняя, потому что женские голоса. То есть если мы тренируем, например, на мужские голоса, то кажется, что Абба лишняя. Но для этого нужно опять иметь какие-то знания в предметной области. То есть если у вас их нет, невозможно быть специалистом во всем. И поиск аномалий, поэтому там супер творческая задача, то есть на нее прям тратят довольно много времени. Тут тоже съехало. Мое любимое определение аномалии, оно выглядит примерно следующим образом. Есть определение порнографии, оно вот выглядит таким вот образом. Я не могу сказать конкретно, что такое порнография, но если я увижу, то скажу, что точно она. То же самое с аномалиями. Поэтому вот довольно нужно много по свете времени вообще ковырянию с данными, если вы чем-то долго занимаетесь. Обещанная теоремка. У нас, я обещал, две формулы, одну теоремку. Вот мы добрались за теоремки. Она на самом деле очень фундаментальная, и на самом деле не совсем теорема, а скорее гипотеза. Все умеют читать по-английски, да, я надеюсь? Смысл ее, короче, теорема, если по-русски ее сформулировать, очень простой, что если у вас есть два алгоритма, если их прогнать на всех возможных проблемах, то в качестве их будет примерно одинаковым. И смысл ее примерно в следующем, что у вас есть много классных алгоритмов, но вам нужно знать, какой алгоритм в какой проблеме прикладывать, чтобы был какой-то эффект лучше, чем в среднем. И вот это такая большая штука, то есть когда мы говорим, что вот есть нейронки, там есть градиентный бусинг с решающими деревьями, а есть еще что-то, нельзя это, то есть это можно делать из коробки, это будут какие-то неплохие результаты, но в целом все равно нужно довольно хорошо в этом понимать. То есть когда я говорю, что нужно знать там чуть, это с одной стороны правда, с другой стороны современный, опять же, Data Scientist, перебирает много алгоритмов, но это делает автоматизированно, это меньше изол, потому что если у тебя есть хорошее вычислительное железо, то твоя проблема решена. То есть в 2020 году ты можешь арендовать кластер Amazon, прогнать всевозможные алгоритмы, и в общем будете счастье. Но, как правило, это занимает примерно 10% времени. И мы, собственно, чем помочь, да, вот мой любимый слайд, ради которого я часто прихожу во всевозможные места, чем помочь Data Scientist. Дело в том, что у Data Scientist жизнь довольно тяжелая, и им очень часто нужна помощь от бизнеса, и многие бизнесы не понимают, какую вообще, как они могут сильно помочь Data Scientist. Первое – это культура работы с данными, культура работы сбора данных. То есть если в компании это не настроено, скорее всего Data Scientist вам сильно бесполезен. Одна из моих любимых историй, я договорился с одной крупной компанией, чтобы было понятно, крупная – это там десятки миллиардов рублей оборота, о том, что мы будем делать им какой-то проект по анализу данных. И генеральный директор говорит, у нас все собирается, у нас там вообще весь бизнес оцифрован, идите там к Петру Михайловичу, руководителям какого-то отдела, он, значит, вам сейчас отдаст данные. Мы приходим к Петру Михайловичу, он говорит, да-да-да, данные есть, сейчас вот вам дадим системного администратора, ну, условно, администратор баз данных, он вам пришлет. Мы, значит, встречаемся с системным администратором, администратором баз данных, что ли? Вот, и он говорит, да, у нас все есть, вообще все есть, все собирается, вот, но не хранится больше месяца, потому что данных очень много. Вот, ну, все, на этом проект закончился, пришлось строить хранилище данных, чтобы собирать дольше, да, соответственно, на более длительный промежуток времени. А второе, важно не просто собирать данных, да. А что значит культура работать с данными? Ну, вот эти слова, они, это лейблы, они ничего не... Давай в это поподробнее, вообще не вопрос. У меня просто такая сегодня овервью, можем куда угодно углубляться, спасибо за вопросы. Смотри, когда мы говорим про культуру данных, я думал три года назад, что культура данных, это когда все собирается, все, что можно, все классно лежит в ДВХ, и все можно взять. Вот, да. Сегодня, когда мы говорим про культуру сбора данных, это прежде всего мы понимаем в их, есть такая штука Data Quality, есть прям гайд по Data Quality, хотя я могу его там отдельно рассказать про него. Вторая штука, это про монетизацию этих данных. Один из моих тоже любимых примеров на этот счет, когда MySpace, знаете, наверное, такую социальную сеть, ну, они были там раньше, чем Facebook, они хранили музыкальные данные. И тут они по их собственному заявлению случайно потеряли данные пользователей с 12 лет. Это 5 байт данных. Это дата-центр потерять. Ну, то есть это прям много. И на самом деле все там на рынке, и в том числе там, я просто не могу на свое мнение ссылаться, я ссылаюсь на мнение директора Kickstarter, он сказал, что я очень сильно сомневаюсь, что это было действительно так, потому что, скорее всего, чуваки просто не могли монетизировать такие данные, потому что это очень дорого. На музыке там было тяжело зарабатывать, у них большая часть данных лежит на жестком диске и ничего не приносит. То есть культура сбора данных – это не только там все положить на жесткий диск и разметить, а еще и понимать, как на этом заработать. Второй момент, что у тебя должен быть владелец данных. То есть у тебя есть люди, которые генерят, ну, или там процессы, которые генерят данные, да, есть дата, ну, есть такая роль, она называется, если мы говорим про, что такое более предметная вещь, дата-оунор, да, человек, который владеет данными, понимает, как на них можно заработать, как они были получены, какое у них качество, что с ними сделать и так далее. Поэтому культура такой вот с каждым годом, она не многоменяется. То есть ты вот раньше, мы собирали все, что могли, сейчас мы собираем то, что нужно. Надеюсь, ответил. Ну, то есть можно просто в эту углубиться, но это довольно уже такая тонкая вещь. То есть есть прям пять чек-листов про дата-квалити, да, то есть есть своевременность доставления данных, качество данных, есть объем данных и так далее. То есть просто все данные, которые есть в компании, их можно измерить прям по чек-листу и сказать, насколько компания готова, соответственно, к использованию этих данных. То есть культура — это про то, чтобы как правильно и не теряя хранить, а не про то, что херню не забирают. Культура — это еще про это отношение. Понимаешь, что вот кажется, что там, когда, не знаю, вот человек руками собирает, он думает, что это никому не нужно, он отсылает что-то там куда-то в Excel по почте, а потом выясняет, что на этих данных принимаете решение о принятии маркетинговой компании или нет. Да, это еще и работа с людьми. То есть если все в компании понимают, что эти данные потом используют для принятия решений, да, это одна история. То есть, как правило, поэтому там сегодня опять большинство Data Science применяется в тех областях, где что-то отцифровано, где не люди собирают данные, а где их собирают там Яндекс.Метрика, Google Analytics, какие-нибудь IT-системы любые. Но часто бывает так, что, например, проводят какое-нибудь панельное исследование, фокус-группа, там сидит девочка, может быть, стажер, который вообще зарплату не получает, она от балды все заполняет, потом отдает, а на основе этих данных принимаются решения. Это плохая культура, да, то есть нужно как-то понимать, что это несет большую ценность. Ну и там последний поинт, важно, чтобы бизнес понимал в метриках. Мы сегодня с утра поговорили, ну, вернее, с утра там 30 минут назад поговорили, что такое метрики, вот важно, чтобы бизнес понимал в метриках. То есть если он как бы на уровне может описать свою метрику, то есть скажи мне, что оптимизировать, я тебя соптимизирую. Если ты не можешь мне описать, ну, сорян. И когда мы опять же говорим понимать в метриках, понимать, что есть очень простые вещи, типа Сетяра, Роид и так далее, там известная формула. Например, мы решаем задачу прогнозирования спроса. Я там, истинное значение спроса на этот товар 10 единиц. Есть большая разница между тем, что я спрогнозирую 11 и 9. Эта ошибка не симметричная, потому что с одной стороны я недопродам, если закуплю меньше, да, вернее, я продам все, но недопродам одну единицу, то есть не получу маржу за одну единицу. А если я перекуплю, я выведу оборотное средство из капитала, нагружу склад таким образом и так далее, и так далее, то есть у меня ошибки находятся в разных вообще измерениях. Это довольно сложная задача, например, прогнозирование просто спроса. Достаточно просто сказать, мне нужно как можно точнее. Мне нужно очень хорошо описать, соответственно, все нюансы, связанные с тем, что я недопустимую куплю товар или перекуплю товар. Точно так же, соответственно, может быть просрочка и так далее. То есть если я перекупил очень сильно много, товар просрочился, я его весь потерял и так далее. Да, вопрос был, нет? А, окей. И последний наш блок, собственно, кажется, что data science нужен всегда, но на самом деле это, разумеется, не так. Когда data science не нужен, я про это очень часто говорю, потому что очень много, ну то есть data science сейчас такая довольно хайповая тема, все приходят, продают data science, на самом деле он часто вообще не нужен, прям совсем часто. То есть многие компании, когда мы там с ними общаемся, я говорю, ну блин, задачу можно решить посадить просто человека за 30 тысяч рублей, задача будет решена, зачем вам data science и так далее. Да, то есть если мало данных, если есть какие-то дешевые альтернативы, если вы делаете, находитесь на этапе стартапа какого-то, у вас точно нет данных и точно data science вам точно не поможет. Да, вам нужно просто хорошо понимать рынок и действовать там на интуиции и так далее. Поэтому есть много вещей, когда, соответственно, data science там не нужен. Ну или там выход на новые рынки. Там я работал со мной компанией, она успешно делала e-commerce на российский рынок, у них были маркетинговые компании, они решили выйти на рынок Белоруссии. Ну, кажется, разница невеликая. Все, что весь наш опыт, вся наша обучающая выбор, который мы делали на Россию, вообще никак не пригодилась на Белоруссии, пришлось все переделывать, потому что все наши модели просто не работали от слова совсем. Несмотря на то, что мы делали такие же рекомендашки, такое уже прогнозирование в маркетинге и так далее, все то же самое. И казалось, что Белоруссия от России не сильно отличается. Ну, то есть, там, Белоруссия по качеству, по квалицеспособности похожа на некоторые регионы России. Там даже можно построить там некоторые семиллярии, некоторые близости. Ну, вот не работали. Поэтому, если вы выходите на новый рынок, скорее всего, data science вам вряд ли поможет. И, собственно, если data science, то что? Рекомендательные системы, о которых мы сегодня говорили, надеюсь, все уже знают, что это такое, их можно просто прописать руками, прописать ручные рекомендации, и для небольших бизнесов это хороший выход. Когда я говорю про небольшие бизнесы, чтобы просто быть не совсем голословным, Озон, большой бизнес, кажется, да, огромный интернет-магазин, 4 года назад часть из их рекомендаций была сделана руками. У них были специальные люди, которые руками размечали товар. Это Озон с их огромным ассортиментом, с их огромным, и даже 4 года назад они были очень большими. Да, то есть часто бывает так, что ручная работа все равно дает хорошее качество. Да, если мы говорим, например, про сегментацию клиентов, есть классический RFM-анализ. RFM-анализ — это rich frequency monitoring. Ну, в общем, просто табличная формула, которая вводится и неплохо сегментирует клиентов. Data science это сегодня делает лучше, но стоит 5 копеек. Фильтрация спама, там можно посадить просто человека из-за где-нибудь удаленки в регионах, и, в общем, он неплохо фильтрует спам. Не как робот, но, тем не менее, это может быть дешевым решением, если вам нужно читать все письма и так далее. Ну и последнее как раз небольшой вопрос и игра. Я давно-давно, когда делал рекомендашки, у меня был клиент, скриншот с того времени, когда еще были SEO-заголовки, вот это все. они продавали дома за границей, в разных регионах, и у них была идея построить рекомендательную систему. Ну, знаете, как вот как раз снизу справа, здесь должен быть такой блок, с этим домом также смотрят там что-то. Вот. И вопрос, а что вообще порекомендовать вот к этому дому в испанской провинции за 70 тысяч евро? Чтобы. Ну да, можно, например, взять какую-то метрику качества, например, из такого уже примерно ценового сегмента, возможно, в другой стране, там есть, по-моему, гольф, я не помню, есть гольф-клуб, или там дома с гольф-клубом, да. Кажется, что если мы подбираем релевантные рекомендации, надеюсь, вам всем слово релевантность знакомо, да, кажется, что это хорошее. Собственно, одна из там хороших метрик действительно рекомендательных систем это релевантность. Мы это сделали, что? По фоткам. По фоткам можно. Но тогда, это было там много лет назад, на самом деле, по фоткам было довольно тяжело. Мы тогда не умели это делать, но и сейчас не сильно хорошо умеем, на самом деле. Но лучше, чем тогда. Важно, чтобы андредатик говорил по-русски? Допустим, это одна из характеристик, допустим, неважно, не знаю. Количество спальни. Что? Количество спальни. Да, то есть можно подбирать поблизости какого-то параметра. Все, что мне говорит, это близость к какому-то параметру, по цене, по количеству спальни, гольф-клубу, морю и так далее. Мы все это делали, честно говоря, никакого эффекта не происходило. Ну, то есть вообще никакого. И после длительных брейнстормов и еще чего-то мы начали делать следующее. Мы начали к этим прекрасным домам в Испании рекомендовать однушки в Южном Бутово примерно по той же цене. И это дало эффект. Дело в том, что когда человек приходит на дом в Испании, он на самом деле больше всего мотивирован купить именно этот дом в Испании. Ну, там или там в окрестности. А то, что ты покажешь ему 10 других домов, и чем больше ты ему показываешь, тем больше у него могут быть сомнений, что покупать. Когда ты ему показываешь этот дом versus с такие же деньги однушки в Южном Бутово, шансов купить остается больше вот этот дом. Поэтому нейронная сеть такого там не умела. То есть, да, почему? Не было никакого прецедентов еще, ну, вернее, тогда даже не было нейронных систем, тогда просто типа делали такие более кондовые рекомендашки. Вот, то есть рекомендательная система, у нее есть свои ограничения. Вот вы можете задать релевантность, по релевантности я вас точно обыграю, если я data scientist. Но если вы понимаете в grow hacking, да, и как ведут себя люди, вы обыграете любую рекомендашку. Поэтому data science, у нее есть свои ограничения. Вот если бы нужно было по релевантности, я вас обыграю вот всех, вас вместе взятых. Если нужно придумать grow hacking в любой другой предметной области, вы можете меня обыграть или любого data scientist. Поэтому data science, он нужен там, где у вас есть вот своя специфика. Там, где ее нет, вы можете всегда придумать какой-нибудь growth hacking и, соответственно, быть более успешными, более полезными с точки зрения бизнеса. У меня на этом все. Здесь есть какие-то выводы. Я про них говорил. В общем, data science нужен там, где есть много данных. Если вы хорошо можете объяснить свою метрику, которую вы оптимизируете, помогайте data scientists, любите их, общайтесь с ними. Они классные ребята. Вот. У меня на этом все. Всем спасибо большое. Мне было очень классно. У меня есть куча контактов. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok